Кто с кем встретился, кто кого публично поддержал, французские СМИ пристально следят за поведением кандидатов в президенты страны. До выборов три недели рейтинги фаворитов из-за постоянных скандалов колеблются, но действующий глава государства Франсуа Аланд точно знает, кому хочет передать Елисейский дворец. За предвыборными баталиями в Париже следит и моя коллега Елена Абрамович. В субботнем утром около 9 часов Эммануэль Макрон встретился в Марселе с влиятельным французским политиком, председателем регионального совета Кристианом Эстрази. Вот он, еще один сторонник молодого кандидата, написали местные СМИ. Накануне Макрона поддержал бывший премьер-министр Мануэль Вальс. Для многих это стало неожиданностью, так как Вальс обещал выступать за кандидата от своей, социалистической партии, Бенуа Омона. Я не хочу, чтобы вечером после первого тура выборов мы оказались в ситуации, когда придется выбирать между Фионом и Лепен. А это возможно. Поэтому я протягиваю руку поддержки сильному кандидату, который представляет лагерь прогрессивных реформаторов. Реформ от Макрона ждать не стоит, возмутился его соперник Франсуа Фион. Мол, он ставленник Франсуа Алланда. И на его сторону стала вся президентская команда. Поддержка Макрона Алландом будет просто означать, что сохранится его политика. И таким образом уровень жизни простых людей будет продолжать падать. Камни в адрес действующего президента Фион в последнее время бросает особо активно. Недавно, например, он обвинил Алланда в организации прослушки политиков. Некоторые газеты получают документы в течение 48 часов после того, как они были изъяты в рамках следствия, например, из моего офиса. Кто их передает? Я обвиняю в этом президента. Обыски и скандалы вокруг Фиона обрушили его рейтинг. Еще недавно он был лидером гонки, а теперь на третьем месте. В СМИ просочилась информация, что Фион якобы фиктивно трудоустроил жену и двух своих сыновей. Зарплату из госказны они получали, а на работе не появлялись. После этого образ консерватора с безупречной репутацией отца пятерых детей стал меркнуть. До этого скандала ситуация с французскими выборами выглядела угрожающе для Украины. Главными фаворитами были Марин Ле Пен и Франсуа Фион. Оба тепло относятся к России. Но если Фион выступает за диалог с Москвой, то Ле Пен против безвиза для украинцев. Впрочем, она выступает и против Евросоюза. Европейский союз умрет. Потому что люди больше не хотят его. Мы еще раз подтвердим, что амбициозные гегемонистские империи обречены на гибель. После Брэкзита будет Фрэкзит, обещает Ле Пен. Но ее идеи поддерживают далеко не все французы. Я живу в мультикультурном районе, где есть люди любого цвета кожи и происхождения. Мы привыкли жить рядом и вперемешку, не задавая лишних вопросов. Я боюсь, что Национальный фронт или другие партии хотят спасти Францию от мультикультурализма. Хотя это уже давно и присуще. Закрыть границы, сделать Францию для французов. Риторику Ле Пен часто сравнивают с Трамповской. Если еще год назад было трудно поверить, что цивилизованный и толерантный Запад может поддержать кандидата с такими лозунгами, то после победы Трампа на выборах в США аналитики очень осторожны с выводами. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.